Детский сад «Солнышко» села Луговское. Это в зональном районе рассчитан на 38 детей. Здание советской постройки в этом году отмечает юбилей. 40 лет. Он выпадывает. А не видите как? Смотрите, он пошел волной. Вон там вообще страшно. Внутри не лучше. В кухне стена отстает по всей длине от потолка на несколько сантиметров. В актовом зале наоборот от пола. Потолки в игровой комнате и спальни идут волнами. Держатся на хомутах и металлоконструкциях. Если в центральной части перекрытия железобетонные, то здесь деревянные. А в качестве утеплителя – земля. Потолок здесь очень низкий слой утеплителя. Тонкий слой утеплителя. И точка росы образуется здесь вот как раз в плашках. Здесь нужно заменить всего одну плашку, и тут все будет прекрасно. Администрация района выступила с запретом на работы без привлечения специалистов-строителей. И на более серьезный ремонт нужны средства из нескольких источников. Поэтому было рассмотрено предложение воспитанникам детского сада переехать в здание местной школы. Мы не торопим с этим вопросом ни школу, ни детский сад, ни родителей, но прорабатывать его нужно. Потому что наличие документов, то есть технического заключения о том, что состояние конструкции детского сада ограничено, работоспособное, и оно не прошлого года, оно сделано гораздо ранее, в 2017 году, нас обязывает к тому, что мы сейчас должны уже принять меры реагирования на то, чтобы обезопасить нахождение ребятишек в детском саду. Отдельный вход через книгохранилище. В библиотеке группа в тренажерке спальня. Проект реконструкции помещения школы готов, рассказал отец двух дошколят и завхоз луговской школы Виталий Огнев. Сейчас документы проходят согласование в распотребнадзоре. Работы начнутся после. У нас тут планируется в данном помещении спальня. Спальня у нас большая, просторная, светлая. Здесь у нас будут пристроены туалеты, потому что у нас здесь есть место, но очень мало. Тут у нас будет игровая комната сделана, и кормить их будут. Сельская школа построена в 1977 году. В прошлом в учреждения частично провели ремонт. Установили новый котел в собственной котельной, обновили столовую, во всем здании заменили окна. Рассчитано альма-матер на 480 учеников. Сейчас их гораздо меньше. Школа большая, двухэтажное здание. Обучается учеников у нас 115 на данный момент. Кабинетов у нас более 15. Поэтому для нас будет неболезненно, если мы это крыло отдадим под детский сад. Среди родителей дошколят нет единого мнения по поводу необходимости переезда. Против выступает глава села Александр Сергеенко. Как только дети покинут старое здание, оно перейдет в ведомство сельсовета, и содержать его придется местному бюджету. Детский сад занимает лишь часть помещений. В другом крыле расположен сельский музей и неработающий фаб. Здание «Солнышко» многопрофильное, и претендовать на финансирование по участию в федеральных или даже региональных проектах по модернизации образовательных учреждений не может. Зато финансирование можно получить по краевой программе поддержки местных инициатив. В таком случае экспозиция музея сможет расшириться, а в спорном стареющем здании, наконец, проведут ремонт. Евгения Жутова, Андрей Сегаев. Будни.